Добрый день всем! Мы сегодня продолжаем чтение книги «Тайны евреев» Рава Ашкеназий Маниту. И мы сегодня продвинулись и начнем разбор более конкретный, человеческий, родословный, где и как мы совершаем промахи. Ну, естественно, первый промах, в общем, совершил Адам, когда, но об этом, как мы уже говорили, Маниту не преподавал на своих уроках обычно, обещал сделать это к концу года, потому что он считал, что это сложные вещи, очень связанные с тайнами. И откладывая-откладывая, в общем, так они не вошли в книгу этих глав. Но, тем не менее, вот сейчас мы переходим к главному, собственно, пункту рассмотрения Маниту, там, где он обсуждает реальную реализацию вот этой грандиозной идеи, которой посвящено, собственно, было все предыдущее обсуждение о том, что Бог создал мир несовершенным, чтобы человек мог его усовершенствовать. и это усовершенствование передается как от отца к сыну на протяжении многих поколений, пока не дойдет до уровня, когда мы сможем стать действительно полноправными союзниками Бога. Но, как это реально воплощается, мы сейчас снова вернемся к некоторым принципам, которые мы раньше изучали, но уже в контексте конкретных людей следующего поколения, которое после Адама, начиная с Таи. Хорошо? Пока нет, да, есть листья. Нормально или сделать поменьше? Нет, вроде все видно, да? Да, нормально. Текст уменьшится. Значит, это вторая глава уже в этом разделе. И здесь говорится о рождении Каймы. То есть первая глава была посвящена идее Адам и Бен Адам. То есть как это от Адама, от первого человека до будущего Бен Адама, и в частности каждое поколение это в каком-то смысле тоже Бен Адам. И Адам познал Саву, жену свою, и она зачала, и родила Кайн, и сказала, приобрела и человека с Господа. Это четвертая глава Бен Адама. Сочетание «она зачала и родила» встречается в Писании 28 раз. Но, как правило, около 50 раз. То есть больше. Написано просто «и родила». Слово «изначало» показывает, что мы достигли этапа, в данном случае, на котором не только существует отличие от Адама, но также происходит важный переход от идентичности Адама к идентичности сына Адама. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Что это различие в идентичности рожденного. В чем оно, в общем-то, существенно отличается? Потому что он рожден естественным образом. До этого не существовало понятия беременности и рода. И вдруг это происходит. Они становятся неотъемлемой частью новой реальности. Мы так привыкли к обычному для нас событию рождения ребенка, что не можем почувствовать восхищение перед чудом материального рождения. И не можем представить себе никакого другого положения вещей. Тут мы еще раз встречаемся с принципом. Мы не то, что нужно прочесть то, что написано. Нужно представить себя именно в этой реальности, о которой идет речь. Как будто мы не знаем ничего другого. То есть до этого момента мы не знали, что может быть такая вещь вообще рождение. И вдруг получается рождение. Не то, что это вообще не знали. В теории это было. Да, плодитесь, размножайтесь. Это было сказано. Может быть, с животными так они плодились и размножались. Но в отношении человека. Он был создан непосредственно Всевышним. В отличие от животных, которых создала Земля по указанию Всевышнего. То есть тут был другой уровень вмешательства в реальность. И у нас совершенно не было представления, как будут получаться следующие люди. Возможно, они все должны пройти такой же процесс, что Бог своими руками их слепит и своим дыханием вдохнет в них жизнь. А нет, тут получается вдруг, что у нас есть и у людей вот такой процесс рождения материальный. И это очень должно быть удивительно. То есть надо проникнуться этим удивлением, хотя мы знаем, что так оно бывает каждый день. Нам трудно вообразить чувства Адама и Хабы в момент первого истории рождения. Адам познает свою жену. И вдруг происходит нечто совершенно неожиданное. Естественным образом у них рождается сын. Живое материальное существо. И зачало, и родила. То есть обе вещи удивительны, неожиданны. Но и зачало – это тоже не просто описание начала процесса рождения, но и описание появления новой человеческой идентичности. То есть с момента зачатия подчеркивается, что здесь будет новая идентичность. Видите, на самом деле, дальше Раф скажет, это как бы спойлер, что вот это вот подчеркивание из начала всегда приходит в Писание, чтобы подчеркнуть, что появляется тут новая идентичность. Не случайно это распределено. Вместе с сыном было создано нечто новое, чего не было у его отца и мать. Каждый раз, когда в Торе появляется слово «изачало», это вот то, что Раф говорит, это указывает на то, что в мире появилась новая идентичность, которая не существовала у родителей, чтобы произошло существенное обновление идентичности. То есть на самом деле, в общем и целом, конечно, каждый ребенок — это что-то новое, каждое поколение — это что-то новое, каждый герой поколения, скажем, представитель поколения главный — это тоже некоторые изменения, о которых говорит нам Тора, не просто так перечисляются поколениями. Но помимо этого, когда сказано «изачало», это означает какой-то существенный поворот, не просто медленные какие-то или местные изменения. На этом этапе истории происходят два события. Первое — это само существование беременности и родов. И второе, то есть то, чему мы должны удивиться, переход от идентичности Адама к идентичности сына Адама. То есть нам в первый раз открывается уравнение, в котором новая идентичность человека берет нечто от обоих родителей, но сущностным образом отличается от них в отношении способа рождения. Это, в общем-то, относится к Адаме и Хабе, поскольку в основном все остальные люди рождаются уже другим способом, кроме Адама и Хабе, которые были сделаны руками Всевышнего. Тут действительно очень критическое изменение. Синтез между отцом и матерью создал новую идентичность, которая берет нечто от них обоих. То есть, действительно, если мы посмотрим, что было во время творения, не вдаваясь во всякие тайны, там сначала сказано, что мужчина и женщина создал их, а потом рассказано подробно, что происходило, как Всевышний взял у Адама, что взял какую-то часть, да, и ребро, на самом деле, хотя возможный источник слова сторона, ребро Куба, например, но у нас это сторона Куба, да, сторона Ковчега в данном случае. Может быть, изначально в языке это происходит от слова ребро по аналогии с человеческим ребром, но что имеет в виду Тара, когда говорит, что Бог взял у Адама ребро, комментарий раньше очень, так сказать, обоснованный, он ссылается на следующее упоминание, не совсем следующее, определенный контекст, в котором в следующий раз упоминается это слово, оно упоминается в контексте построения Мишкана, и там это имеет смысл страны, безусловно. Поэтому, с точки зрения Раши, это понятно, что у Адама была бы так какая-то сторона, ну, а в Талмуде разбираются два варианта, которые раскручивают более глубокие идеи. По одной идее это был холост, а по другой идее они были созданы двуликими, и их он разделил. У этого есть различные следствия. Если они были двулики, это, в общем, почти одно и то же существо, но просто немножко различные пункции. Разница существенна между мужчиной и женщиной. Такой вариант не подразумевает. Ну, она рожает детей, он нет. Ну, в общем и целом, это почти одно и то же существо. Это не мужчина с Марса, а женщина с Венеры. Никак нет. А вот вариант, когда там был хвост, он предполагает, что Бог тут добавил еще добавочное творение. Он сотворил из этого хвоста. То есть тот же DNA он изменил своими руками, превратил этот хвост в другого человека, в женщину. То есть тут различия между ними вполне могут быть очень сильные. И психологические, не только физиологические, имеется в виду, скорее психологические. Но это подход Гемара. То есть мы можем видеть и так, и так. А раньше объясняют, что взял сторону. То есть как бы один человек был создан, вообще говоря, и мужчина и женщина. Это разделение того же человека. Могли бы мы предположить, что будет еще так, как это будет. Что, как это в современной биологии называется, когда дублируют овечка Толи, как это называется? Клонировать. Клонировать. Правильно, да. Может быть, клонирование будет такое. То есть будет повторяться тут, на самом деле, теоретически в таком предположении. Не должно быть ничего странного. Ну почему не клонирование? Ну вот отец не смог, а ты тут повторение дубликат того же самого. Ты, может быть, сможешь, справишься. То есть как бы получается, что один и тот же тип, одна и та же идентичность будет повторяться, но вот только у нее все время будут новые задачи. Однако нет. То, что важно, что все время возникает новый тип, новая идентичность, новый характер, который смешивается его родители, и это порождает нового человека. И это постоянное обновление дает возможность, на самом деле, продвигаться. Возможно, если бы было клонирование, ничего бы из этого проекта не вышло, не знаю. Таким образом можно сказать, что личность отца изменяется через личность матери и раскрывается в личности сына. У каждого отца есть один сын. Это то, что важно нам понять, когда мы перейдем к дальнейшему разбору поколений, что для Маниту, в его понимании Тары, те сыновья, которые указаны как главные в перечислении поколений, именно эти сыновья являются важными. Есть один сын, который продолжает его реализовать заповедь «Плодитесь». То есть это плоды, это результат, это существенный ребенок. А еще есть мальчики и девочки. Как сказано, что родил еще Баню и Банон, мальчиков и девочек. Она осуществляет заповедную размножательность. То есть увеличение населения Земли – это тоже важно, захватывает и так далее. Но квинтэссенция поколений именно в первом сыне. Так, во всяком случае, как представляет нам Тара историю. То есть это то, что она подчеркивает важную историю. Этот особенный сын становится прототипом для своего поколения. То есть это то, что Тара хочет нам сказать. Она не занимается историческими экскурсами и не так уж важна генеалогия. Человек, который указан как старший сын, он является прототипом для своего поколения. Святость или высшая человеческая идентичность проходит только через одного из сыновей. Да, она говорит, эта идея станет более понятной. Далее при объяснении учения родословных. То, что у нас было раньше… Давайте, может быть, прочтем этот комментарий предыдущий. Выражение из-за чего родила сына следует понимать не просто как дублирование оригинала. Да, вот это вот то, что я как раз пыталась объяснить через аналогию склонения. Отца или матери. Но как обновление, появление чего-то, что не было знакомо родителям. Новый человек, который, с одной стороны, укоренен в своих родителях. То есть это порождение. А с другой стороны, существует сам по себе и раскрывает другую сущность в корне своих родителей, которая выражается в образе Бога в нем. То есть образ Бога в нем выражается по-другому, хотя он исходит из того же корня. Мудрецы учили. В создании человека участвуют три партнера – Всевышний, Отец и Мать. Отец сеет семя, от которого белые кости, сухожилия ноги, головной мозг и белоклазы. Мать сеет красный, от которого кожа плотит волосы зрачок. Это не так существенно. Мы не собираемся здесь учить генетику. Мудрецы говорят – это часть тела от отца, часть от матери. В каком-то смысле, в общем, это верно. А Всевышний дает ему дух и душу, и черты лица, и зрение, и слух, и речь. Это интересно, что черты лица, казалось бы, да, мы смотрим на фотографии и видим, похоже на отца. Значит, все-таки черты лица наследуются, да, а все же нет. А почему тут сказано, что Всевышний дает ему черты лица? На самом деле это совершенно не так очевидно. То есть черты, внешность, может быть, может меняться в зависимости от духа. И это, как мы читаем, например, в портрет Идариана Грея, когда зафиксировано это в какой-то момент… Весь роман подчеркивает, что дела человека отражаются на его лице. И это не только в романе «Маскаруальдер», по-моему. И это вообще так, и об этом Рафух пишет, что внешний вид очень сильный. И черты лица, на них очень сильно отражается внутренний духовный мир человека. Поэтому я думаю. Я думаю, поэтому на Минту Медраж упоминает здесь черты лица. А также зрение, слух и речь – это все зависит от внутреннего духа. Способность ходить, и понимание, и разум. По-моему, это все как бы связано. А когда приходит его время уйти из мира, Всевышний забирает свою часть, а часть матери и от отца оставляет перед ними. То есть только тело. То есть все остальное живое исчезает из человека. Заметил по этому поводу Рабина Йона из Геронди в своей книге «Шерейд Шува» «Брата раскаяния». Поскольку у отца и матери нет участия в душе, нет участия в душе, они строят только тело. И об этом, казалось бы, мы иногда думаем, что характер он тоже наследуется. Но что человек делает с этим характером? Это, скорее, зависит от духа. Ну, разделить, так сказать, на практике нам довольно трудно, но это то, что говорит Медраж. Выше Ялл 57-16. Сейчас, секундочку, где-то у меня было. Там сказано, ибо не вечно буду я спорить и не бесконечно гневаться, иначе изнеможет передо мной мною дух и души мною сотворённый. Почему дух, как объясняет Рабин Йона, почему дух изнеможет, да? Это и души, которые я сделал, разъясняет сказанное раньше. Так как свернётся и передо мной, или изнеможет передо мной дух. Почему он изнеможет? Потому что души сделал я, а если я сержусь, то дух человека, он... свёртывается. Это просто говорит о связи духа и с тем, что Всевышний вкладывает в нас. Тоже очень важный момент. И мы остановились на том, что святость или высшая человеческая идентичность проходит только через одного из сыновей. Вот как устроены толбы, как устроено поколение. Андрей, хочешь что-то добавить? Или может кто-то ещё? Святость через одного – это у всех так получается, или только вот в этих первых поколениях до потопа, где одно имя названо? Ты хочешь сделать практический вывод на нашу жизнь? Я думаю, это не для практического вывода на нашу жизнь. Потому что бывает по-разному. Опять же, мы видим, что, например, Каин был первым, а всё-таки продолжение идёт через Шетта. Всё не так просто, как всегда. На самом деле, я не уверен, что Тара нам сообщает историческую реальность. По мне можно верить, что такова была историческая реальность. А почему она была такова? Потому что Тара хотела показать нам, каким образом эта святость, эта эстафета проходит через первых сыновей, которых Тара упоминает. Но не думаю, что это применимо к сегодняшнему дню. Например, взгляд сыновей Давида, как мы знаем, кому был передан эстафета после Давида, Шерма, который вовсе не был старшим сыном. Просто вот это вот Толдот сами по себе важно для Маниту показать методику Тары, которая раскрывает нам вот этот вот процесс передачи эстафеты от одного поколения к другому. И поэтому подчеркнулись значащие имена у первых сыновей, которые олицетворяют вот это поколение и передачи эстафеты. Так, мне кажется. Есть ещё вопросы какие-то? Может быть, тогда теперь ты почитаешь, Андрей? Да, конечно. И родила Каина. Это необычное выражение. Мы ожидали бы другой формулировки. Например, и родила сына, и дала ему имя Каин. Эта новая личность как бы уже родилась с именем. Согласно Торе, имя человека – это не только внешняя оболочка, оно выражает его внутреннюю сущность, идентичность человека, его носящего. Имя этого рождённого сына также представляет собой его экзистенциальную идентичность и ту специфическую форму, которая характеризует его как сына Адама в этом поколении. Тора описывает родословие и перечисляя известные в каждом поколении имена, показывает нам развитие человеческой идентичности через события, происходящие в историческом времени. Каин родился со своим именем, выражающим его сущность. Первое действие, которое потребовалось от Адама – это дать имена животных. И создал такой бог из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привёл к человеку, чтобы увидеть, как он назовёт их. И как назовёт человек всякое живое существо, так и имя его. Одно из свойств, характеризующих человека – это способности желания определять и давать имя каждому предмету и объекту на земле. Имя – вещи, выражающие сущность этой вещи на святом языке. Согласно Медрашу, человек, благодаря своей способности определять сущность, стоит выше ангела. А через имя, которое даёт человек Творцу, он делает его царём в этом мире. Этот подход диаметрально противоположен греческому мифу, который наделяет богов, а не человека, способностью давать определение. Давай прочтём ещё комментарий к этому. Это, наверное, важно, что Рав Ашкенази объяснял про мифы, да? Рав Ашкенази обычно объяснял, что в мифе присутствует отзвук древнего и важного воспоминания, которое необходимо учитывать. Рав часто проводил параллель между Торой и мифом, чтобы подчеркнуть фундаментальные различия между их подходами. Согласно Торе, именно человек определяет животных через их свойства. Тогда как в мифе животные делятся своими свойствами с человеком, а имена определяют боги, а не человек. Здесь в очередной раз выражается подход Торы, в соответствии с которым человек является полноправным партнёром под действием бога в мифе. То есть то, что делают боги в мифе, в еврейской традиции делает человек. Да, ну вот на самом деле это вообще очень важный момент, который может стоит подчеркнуть, что в мифах и во всяких обычаях древних людей у них сохранились какие-то крупицы древнего знания, скажем так. Но они очень, так сказать, на русском мишубашим, искривлены, испорчены, перепутаны. И приходит Израиль и восстанавливает их на том месте, на котором они должны быть там, я не помню, приводил ли это Равшеркин, но я много раз слышала, например, такой, мне кажется, да, он тоже приводил этот пример, что у фараона вот здесь вот находится… Можно посмотреть на статую фараона, находится вот здесь змея на том месте, где у нас находится тфилин. И, так сказать, то, что символ можно поставить сюда, это некоторая древняя традиция, но символ он другой. Вместо круга появляется квадрат, и там внутри тфилина есть филактерия по умнеуктребина, там внутри есть строй стихов тары и так далее. И есть этому очень много примеров. Например, проводят всегда параллели между законами Хамурапи и еврейскими законами. Действительно есть параллели, но только там, оказывается, когда ты смотришь внимательно, все не так. Там, когда раб убегает, то его обязаны выдать этого раба, и раба за это отрезают уши. То есть там есть рабы, есть уши. Но, на самом деле, в еврейской традиции все это как бы есть, но все наоборот – раба выдавать нельзя. И вообще раб должен выйти на свободу через определенный срок. И если он не хочет выходить, тогда его права выдавать уши. Все наоборот. Знаете, есть такой анекдот. Рабинович, правда ли, что вы выиграли Волгу в лотерее? Он говорит, правда, но не совсем так. Во-первых, не в Волгу, а 100 рублей. Во-вторых, не в лотерею, а в проферранс. В-третьих, не выиграл, а проиграл. То есть все не совсем так. Но есть какие-то искры, какие-то намеки. Приходит Израиль и пытается тара устанавливать их на места. И поэтому тоже есть давание имен, есть какие-то свойства. В мифе многое присутствует, но отличия очень сильные. Они переворачивают все по-другому. Спасибо. Да, интересно. Таким образом, тара указывает нам на скрытую сущность вещи. Присвоение этой вещи имени открывает сущность, скрытую в ней. Например, стол, шульхан. Тара – это не только название предмета, на который ставят посуду, но также и его сущность. В нем есть свойство шульханиют, неотделимое от его названия. Если это верно по отношению к природе, то тем более это верно для человека, обладающего свободой выбора. Тара видит в имени сущность, а смена имени вызывает подлинные изменения сущности в реальности мира. Что можно продемонстрировать на примере Авраама и Сара? Я хотела сделать небольшое замечание. Вот тут есть примечание Гавриэлы, что эти слова Рава Ашкеназия близки к учению Платона об идеях, но мне это совершенно не кажется. И здесь я бы поспорила с Гавриэлой, безусловно, потому что совсем другое – это имя, это некоторая сущность, а вовсе не то, что истинная сущность находится где-то в небесах, а мы здесь в пещере видим только тень. Мне не кажется, что это близко совсем. Это похоже на эту историю Смива. Вроде бы похоже, но совсем не то. Это, по моему мнению, и я здесь не согласна с редакторами этой книги. Ну как? Есть какой-то там духовный корень стола, который при этом не имеет форму стола, потому что в духовном нет формы, но есть некое свойство. И вот это как раз идея, которая выражается в неком образе в нашем мире, через который мы можем постичь вот это свойство. Это я согласна. Но дело в том, что когда ты берешь этот пример Платона с тенями, у тебя получается что-то гораздо более, я бы сказала, конкретное, что есть нечто истинное в мире, которое содержит много разных сторон. Ты видишь, если бы мы были способны увидеть людей, которые там вне пещеры, мы бы увидели цвет, форму, а мы видим только блеклые тени. Вот этого я совершенно не думаю, потому что воплощение вещей в нашем мире – это очень важно. Она существенно не меньше, чем ее сущность. Есть некоторая сущность, конечно, есть идея. Но нельзя сказать, что, понимаем, что это влекла ее тень. Это реализация в материальном мире. Допустим, скажем, в компьютере существует какая-то 3D, не обязательно 3D трехмерная, но какая-то игра. И там бегают люди, швыряют всякие, сражаются на мечах и все такое прочее. Ничего этого на самом деле в компьютере нет. Там есть только циферки, которые, так сказать, бегают по проводам. Ток, который бегает по проводам. Это не то, как… То есть есть у нас в компьютере как бы тень, да, с одной стороны. А на самом деле она гораздо существеннее, чем вот этот ток, который бегает по проводам. Понимаешь, что я хочу сказать? Ну, это для нас существеннее, да, потому что компьютер создан для нас, да. И мы как бы пользуемся вот этими образами, которые у нас есть в мониторе. Дело в том, что я думаю, у Платона есть как бы качественное отличие. В том смысле, что это вот настоящее и качественное, а тени – это только млеклое отражение. Есть тут спуск по уровню. А имя – это сущность, конечно. Но нельзя сказать, что это… То, что у нас есть в этом мире – это блеклая тень. Это не блеклая тень, это вещь, которая должна работать. Понимаешь? Это стол, который обладает свойством шульханью. Это стол предложения хлебов, например. Который входит в служение Всевышнему. А, поэтому не желательно сидеть на столе. На обычном столе, на моем. Потому что где-то они связаны. Понимаешь? Потому что они опираются на дно какое-то понятие внешнего. Но следствие происходит в нашем мире, а не существенное. То есть я могу повлиять через стол на вот этот шульханьюд. А согласно Платону такое невозможно. Нет. Но это мое мнение. Мне кажется, это другая картинка. В принципе. Есть, конечно, параллели какие-то. Что там есть образы, здесь есть отражения. Но это совсем по-другому работает, на мой взгляд. Получается, по Платону влияние идет только в отношении теней. Тени может влиять на... Да. Вот это, между прочим, очень важное следствие. Конечно. А здесь обратная связь. Именно что как в мониторе. Что я там что-то запускаю на мониторе компьютера. Это идет в процессор. И из процессора возвращается, опять же, отражается на мониторе. Да. Так. Теперь непонятно с Каином. Получается, что ему таки Бог дал имя. Ведь если его человек не назвал Каином. Не то, что... Я не знаю, правильно ли сказать, что Бог... Он всем управляет. Но появление этой идентичности уже появляется вместе с сущностью. Его рождение сопряжено с сущностью. Подчеркнуть, что в данном случае человек ничего к ней... Каа, когда его назвала... Она его не называла Каином. Она ничего тут не определила, не изменила. Вот она уже была... Сущность его уже была при рождении. Было понятно сразу, что это Каин родился. Да. Так, а мы дальше читаем. Там ниже. Может, у кого-то есть вопросы или комментарии? Нет, нужно прокрутить. Мы на другом месте остановились. Мы вернулись. Там сказали Рабихони, а ниже. Сказал Рабихони от имени Раби Йосефа. Даже изменение имени и изменение дел. Изменение имени, как у нашего праотца Авраама. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Авраам не порождает, а Аврагам порождает. И также Сарай. Жену твою не называй Сарай, а Сара-то будет имя ее. Сарай не рожала, а Сара родила. То есть они не рожали, потому что у них не было буквы Эй в имени. Имя Каина было сотворено вместе с ним, и поэтому написано. И она зачала и родила Каина. И не написано. И родила сына и дала ему имя Каин. Имя Каина – это его идентичность. Как будто невозможно было его назвать иначе. Далее в стихе сказано. И сказала она. Приобрела я человека с Господом. Нахмонит объясняет. С Господом и уготованного мне. Она сказала. Этот сын будет у меня приобретением для Господа. Так как, когда мы умрем, он будет вместо нас служить своему Творцу. То есть, видимо, хоть я так думаю. Может, ты думаешь иначе. Когда она поняла, что его зовут Каин. Но она другой какой-то комментарий. Не совсем исчерпывающий. Как будто одну страну этого приобретения описал. Он приобретен для Господа. Почему? Ну, потому что это приобретение. Мы увидим дальше, почему это приобретение. Но она это позитивно комментировала. Не коснулась проблематичных сторон этого имя. Можно сказать, что до этого, до рождения Каина, приобретателем был только Творец, который называется Коне, Шамаем Ваарес. А теперь человек что-то приобрел. Приобрел в смысле, что что-то не было и теперь есть. Может быть, да. Это тоже. Имя Каин – это его сущность. И смысл Хава объясняет так. И сказала она, приобрела я человека с Господом. Раша объясняет. Каин, потому что приобрела я. Киньян – приобретение. С Господом, как бы вместе с Господом. Когда он сотворил меня и моего мужа, только он один нас сотворил. А в этом мы были его партнерами. В том, что произвели на свет человека. Вместе, да. Поэтому приобрела я муж с Господом. Адам знает своего Творца непосредственно. Он признает Творца мира всем своим существом. В отличие от него, Каин, родившийся из человеческого чрева, помнит и признает только свое рождение из чрева матери. Опосредованно. Вот так вот. Тут уже с Каина начинается скрытие. Адам помнит, что он сделан. А все остальные люди, они уже только своих родителей знают. Каин – обретенное создание. Приобретенное создание создается в отдалении от источника. Ну, это понятно, да? Я, например, сделала какую-то вещь, и я ее потом продаю. И кто-то ее приобретает. Для меня это… Я источник, как бы, этой вещи. А тот, кто ее приобретает, он уже отдален от создания, да? От создателя. То есть, допустим, там, ну, человек сделал какую-то вещь, да? Там тот же стол сделал плотник, да? Он его приобрел в том смысле, что он его сделал. Нет, он его сделал. Он его даже и не приобрел особенно. А приобретает тот, кто его покупает себе. То есть, плотник в данном случае как Всевышний. То есть, он источник любого приобретения. Но в данном случае приобретение – Кава приобрела его. То есть, он исходит от Господа, но через нее. Поэтому это, как бы, покупка у кого-то. Я прихожу, покупаю этот стол, я его приобретаю. То есть, Васильевич, мне так кажется. Это есть некоторое отдаление от источника. Ну да, тут нужно пояснить. Вот это приобретение и покупка – это одно слово, да? Вот это киньян и бритин. Да. То есть, она купила с Господом. На самом деле, она понимает, что все исходит от Господа. А она его только купила. Она уже, как бы, следующая ступень – покупатель. Он куплен, он отдален уже от изготовителя через эту продажу. При этом, как бы, творец-то производит из ничего, а потом человек уже, как бы, делает из имеющегося, да, именно делает. Но слово одно и то же, да, киньян – это приобретение и покупка. При этом Хава не дала ему имя Каин и сказано – и родила Каина. В этом предложении между глаголом «родила» и именем Каин есть предлог «эт». В Торе этот предлог указывает на сущность вещи. С самого начала идентичностью ребенка было Каин. Каин только объясняет, почему у него такое имя. «Приобрела я человека с Господом». И Нахманит объясняет этот стих так. «И назвала она одного приобретением, а второго тщетой, Эвель. Потому что приобретение человека подобное тщете. И не захотела объяснить это. И потому не написан смысл второго имени. И тайно известная традицией в отношении Эвеля очень велика». Это так всегда Нахманит заканчивает, когда он хочет сказать, что тут есть всякие каббалистические мысли, которые он не хочет объяснять в своем комментарии. Можно только догадываться, что он имел в виду. «Согласно Торе Израиле, человек, осознавший себя как творение, должен заслужить свою жизнь нравственным поведением. Цель этого мира – дать человеку возможность с помощью усилий и труда превратить полученный им дар жизни в приобретение, то есть покупку как бы. Каин, напротив, осознает себя уже приобретенным, хозяином этого приобретения, не признавая себя творением, обязанным удостоиться этого приобретения. Каин не признает, что он должен заслужить жизнь, которую он получил как дар. Для него она уже полностью в его владении. Он рассматривает жизнь не как процесс обретения идентичности, экзистенциального развития, движения к цели, а как разовое событие, которое в сущности закончилось с рождением. Поскольку он уже совершенен, мораль больше не нужна. Каин считает себя человеком, существующим в своей совершенной форме, приобретенным, сделанным и законченным. Какая-то параллель с Эйсавом, который тоже «сделанный» переводится. Может быть, да. Тоже первый. Мы видим, что тут снова монету возвращается к объяснению того, что человек должен заслужить. Сначала он получает когда, милосердие, а потом должен получить по заслугам своим, свою жизнь по заслугам, то есть купить ее. Сначала ты получаешь бесплатно, а потом должен за это платить. Платить тем, что научиться моральному поведению. Это он уже говорил раньше, но в данном случае мы видим, как это применяется, как это работает в отношении Каина. Это вдруг открывает нам проблему в том, что он Каин, в том, что он уже приобретен, в том, что он считает себя уже приобретен. Это та проблема, которая… Хава понимает, что она купила, а он как раз из-за этого, из-за того же имени, с которым он родился, он не может понять, что он должен приобрести право на жизнь. В чем же его как бы вина, если он с таким родителем Каина? В чем его вина? Здесь речь идет не о вине, а о цели. Он родился с определенным мироощущением, вот с таким, что я уже куплен. Но у него, как и у всего другого человечества, есть свобода выбора. И это, на самом деле, одна из главных тем в отношении Каина. Это то, что нам важно в отношении Николая. Он может исправить эту ситуацию. То есть, может быть, в каком-то смысле мы все рождаемся в таком представлении. Мы не осознаем, что мы должны чего-то еще заслужить. Жизнь нам дается изначально бесплатно. Это кажется нам естественным. Потом приходит монету или там не только монету, еврейские философы, каббалисты и говорят, нет, ты должен оправдать свою жизнь. Ты должен заслужить. На тебя возложена какая-то миссия. И ты должен научиться морали. Это для всех урок, не только для того, кто подчеркнуто родился вот именно таким. На самом деле, все мы в каком-то смысле, я думаю, рождаемся такими. Нам кажется, что мы получили то, что нам положено. Так мне кажется. То есть здесь идет вопрос не о вине, а о цели. Да, он родился таким, но у него и есть потенциал измениться. Но он просто не находит этой возможности. Атеистическая концепция, трагическая, фатальная концепция, концепция Тары. Тут делать некоторое отступление, чтобы объяснить нам, какие бывают подходы в отношении к жизни. Первое – это атеизм. Это ощущение собственного существования вообще не признающего Творца. То есть в данном случае вообще не идет речь о том, что я могу как-то, кому-то что-то обязан. Большая часть современного общества живет с подобным ощущением. При таком подходе мир принадлежит человеку, который не знаком с Творцом, создавшему его. Это подход с силой моей, крепость руки моей доставили мне богатство. Это стандартная фраза из книги «Говори, если ты скажешь вот такую фразу». То есть это не то, что это в сегодняшнем мире из-за атеизма распространилось такое отношение к жизни, что сила моя «Я все, я сам себя сделал, я себя сотворил, я все добыл своим трудом и никому ничего не обязан. это уже такой вариант поведения описан в книге «Дворим». Так же это всегда было, какое отношение существовало. Может быть, оно и не осознавалось этот атеизм. Тем не менее, по сути, оно именно с ними связано. Однако, мы вынуждены признать, что рождены из чрева. И когда мы задумывались об этом, где-то было наше начало, это размышление может привести нас к первому человеку. Откуда-то я взялся, откуда-то взялись мои родители, или даже к первой клетке. И остановиться на этом? Ну, есть эволюция, есть развитие какое-то откуда. Оно происходит само по себе, и никому и ничем не обязан. Редко кому хочется выйти из своих размышлениях за эти рамки. Из этого представления следует, что Творца нет, а существует только человек. Еще раз, это, так сказать, и дальше, насколько я полно мониторую, даже это упомянут, что это неосознанно. Может человек считать себя религиозным, но на самом деле рассуждать и жить в соответствии с таким представлением. Второе, трагически фатальная концепция, то есть это признание Творца исчезнущего из истории. Это промежуточная концепция, утверждающая, что на ранних этапах истории было божественное вмешательство, что у мира есть Творец, и первую клетку звезды, звездную пыль человека, все это создал Творец. в конечном в итоге где-то какая-то разница, это был большой взрыв, это было проникновение из другой Вселенной, чего-то, которая породила нашу Вселенную, или это был Творец, его здесь нет все равно. Поскольку, однако, в известный момент после окончания Творения, он покинул Творение и исчезла в истории, то есть совсем исчез. Это не похоже на то, как мы говорим, что он скрылся за данность, то есть он делает вид, что он исчез, но сам он исчез, он управляет всем, он вмешивается в историю, но все выглядит, все может быть объяснено естественным причином. Он покинул Творение и исчез в истории, эта концепция трагична, поскольку оставляет естественным мир лишенным живого участия Творца, без всякой божественности. Концепция Тары признания Творца, который наблюдает за каждой деталью Творения и осуществляет полное личное управление. Тара представляет нам другую картину мира. Не только существует Творец и Создатель Миров, но тот же Творец продолжает управлять всеми мирами каждый миг, продолжает управлять Творением и заботиться о каждой детали. Евреи не только признают существование Творца, он также признает провидение, которое действует в каждой частице реакции, то есть Творец, а также управляющий мир. Об этом как раз и сказано Господь Бог, Ашем, Гу, Элоким. Господь – это Ашем, это постоянное управление, Аэлоким – это законы природы, это Бог, который создал Творец, который, в общем-то, управляет миром через природу. Но есть еще, то есть на самом деле это один и тот же Бог, одно и то же управление, но мы видим его по-разному. Каждый человек в этом мире руководствуется одним из этих трех представлений. Независимо от того, осознаем это или нет, это то, что я сказала. То есть он может не осознавать это. Чем он руководствуется в реальной жизни? На самом деле человек может считать себя атеистом, но в глубине души он знает, что он должен оправдать свое существование. Он знает, что он ощущает, что если он не сделает правильный моральный выбор, жизнь его потеряет смысл. Для этого не обязательно быть формально верующим или религиозным, но это может быть источником морального поведения у человека, который формально считает себя нерелигиозным. это внутреннее восприятие влияет на все его дела и поступки. У каждого человека есть свобода выбора и в соответствии с каким мировоззрением ему жить. Чтобы понять, что определяет его действие, каждый человек должен спросить себя, какое из этих трех представлений им руководить. И тогда он поймет свой внутренний мир и его направленность. Только в соответствии с третьей концепцией, которая направляет человека по сознанию его обязательств по отношению к тому, кто выше него, к тому, кто заботится о мире и о его жизни, это, оказалось, становится истинной нравственной миссией. Человек, признающий, что его жизнь была дана ему в дар, чувствует, что должен это оправдать. Реализация нравственности в жизни – это способ получить свою жизнь по праву. Может быть, здесь остановимся, и если кто-то что-то хочет сказать, мы обсудим с удовольствием и добавим. Я слушаю, Макс. Я жду, может, Андрей что-то скажет. Я не совсем понял, почему Рафт Кеназей пошел в тему атеизма. рассуждая о Каине, он почему-то вспомнил атеизм, но я сейчас читаю Каина и вижу, что его приобретенность или цельность или законченность, я не знаю, как это выразить правильно, приводит к тому, что когда Ашем не принимает его жертву, это вызывает у него очень сильно эмоционально… Тут написано, очень досадно ему это стало. Это связано с очень сильным всплеском негативным, насколько я понимаю. Наверное, но мы это уже дальше посмотрим. Действительно, вот такое нежелание признавать. Главное, что в нем… Каин, на самом деле… Извините, что я перебиваю, да? Да, да. Но что мы здесь видели? Что Каин, весьма возможно, он родился у Адама и Хавы, которые знали лично творца. он не мог быть нерелигиозным, неверующим, скажем так. Религиозность вообще ни при чем-то неверующим. Он знал существование в отцах, а после этого творец с ним говорит. Но вот это ощущение, что я никому ничем не обязан, что я не обязан быть нравственным или вести каким-то определенным образом себя, или продвигаться куда-то, или все, о чем говорю не тут выше. Оно, в общем-то, роднит его с атеизмом. Поэтому, я думаю, рад, если сделал такое отступление. Я не совсем понимаю, откуда у него это чувство, потому что, когда Всевышний ему говорит, что начинает говорить с ним о том, что есть поступки лучше, есть поступки хуже, ты можешь поступить лучше, это выводит его в такое состояние, что он приходит к решению убрать просто Каина. Он, ну как, не воспринимает. Нет, что значит убрать? Убрать Авеля. Этот разговор происходит до того, как он убил своего брата. Да, то есть он ему говорит, ты можешь измениться, но он вообще не воспринимает, я так понял, эту фразу, измениться. Лучше убить Авеля и вернуть статус-по. Так я понимаю. Я не знаю, действительно, убийство Авеля это следствие разговора с Богом. Со стороны, возможно, говорить и так, что со стороны Бога это предупреждение, может, вообще оно не совсем связано. Это как бы, как очень часто, откровение, да, откровение существует, но человек не соотносится с этим откровением, он никак не повлиял на него. вот это, мне кажется, здесь главное, да. Откуда у него так? Это для нас, и для Каина раскрывает возможности изменения, да, но он остается в своем, в своем прежнем представлении, и на самом деле это не, не исключительно, еще раз скажу, мне кажется, это важно для каждого человека, это не исключительно свойство Каина, это некоторые внутренние свойства, которые характерны для каждого человека. если бы не это, мы уже были в эпохе, в мессианской эпохе, в эпохе Моише, мы в каком-то смысле мы все время воспринимаем себя как уже совершенно, ну что еще от меня нужно? Я и так хороша, что тут еще нужно от меня? Да, мало кто постоянно, постоянно думает о том, что я, что мне не хватает, и что я должен исправить. и какой вызов ставит передо мной определенные события в жизни? Понимаете, что я хочу сказать? Меня поражает сила неприятия какого-либо упрека в моральном несовершенстве. Насколько это сильно, я вижу, насколько оно сильное у него, и я знаю это по себе. очень неприятно, когда тебя упрекают моральными несовершенствиями. Даже если ты знаешь, это совершенно верно. И ты должен был поступить по-другому, да, очень часто бывает сложный выбор. очень часто бывает сложный выбор и у людей. Странно. Но когда тебе говорят, вот ты поступил не морально, это очень размерует, даже если ты знаешь, что я прав. А чаще всего человек не признает, что прав, упрекаешься. Нет, почему? Я в своем праве. Вот в таре написано это можно, и я это и делаю. То есть, не запрещено. Я думаю, это очень важно уточнение то, что вы говорите, это как это навязывали хадед, это накуда, заострить эту, я не знаю, как по-русски подчеркнуть этот момент, это очень важно. Потому что на самом деле тара, она говорит лично с каждым из нас. Если мы, конечно, не находимся перед таким выбором убивать брата или не убивать, все равно у нас есть каждый день какой-то выбор. И каждый раз мы осознаем, что он дан нам для того, чтобы мы могли измениться, продвинуться, исправиться, исправить мир, я думаю, что мало кто. это просто трудно, действительно, а он просто, так сказать, как всегда, скажем, в науке, Ньютон, он законы Ньютона, я сейчас объясню, почему королев, да, когда он формулирует свои законы, он формулирует какую-то идеальную ситуацию, где все остальные влияния, которые существуют в нашем мире, тяготение, трение и прочее, тогда они не существуют, существует вот только сила, действие, противодействие, и так далее. Только те вещи, которые он отделил, выделил. Так же и здесь, это как бы, Тара выделяет нам вот это свойство ощущать себя сделанным, совершенно, не обязанным никому, она его выделяет в Кайне очень и показывает нам, как она приводит его в Крам. Мне кажется, у Исава похожая проблема. Ну, не проблема, как это назвать, тенденция. Я не знаю, у Исава, это другая, другая уже, похожая проблема, они всюду есть в человечестве, но они реализуются по-другому. В каждом историческом, в каждом, в каждой истории Тары есть другой поворот, другой взгляд. То есть, сказать, что это похоже, это похоже. У нас между разными историями всегда есть какая-то перекличка, но в новой ситуации это работает по-другому. С Исавом все сложнее, наверное. Он не убивает брата. В какой-то момент хочет его убить, потом он вовсе не убивает. Он делает свой выбор, иногда правильный, иногда неправильный. Сначала он женится не на тех девушек, потом он видел, что не нравится родителям, он женился на тех, которые ему кажется более подходящим. Просто обращает на себя его странное вот это потомство в виде Амалека, которое совершенно какое-то невероятное. Ну, там своя история какая-то с Амалеком. его голова помидражу, она покоронена в результате тысячелет. какая-то часть Сава безусловно важна в дальнейшем. Часть Хайны тоже должна она в дальнейшем важна. У нас такое правило, что ничего не должно совсем пропасть. Медраж, по-моему, говорит, насколько я понимаю, это Медраж, что жена Нох она из потомков Каина. Да, и вы говорили о родословии Адама, и в нем отсутствует, насколько я помню, Каин. Нет, есть два родословия. В то, которое потом идет в пятой главе, там считается его потомком Шетт, насколько я понимаю. Да, Каин тоже есть родословие Каина, есть родословие Шетта. Они даже в чем-то похожие, параллельные. Это отдельный вопрос. Но можно сказать, что в конечном итоге потопу приводит влияние потомство Каина? Ну, это мы посмотрим в дальнейшем. Да, мы еще. Это на самом деле по маниту это траф всего человечества. И там, конечно, есть проблемы с потомством Каина, но я не хочу спойлеров. Да, хорошо. Хотя это очень, так сказать, интересно все. Просто действительно это очень интересно. Когда мы дойдем до отношений Каина и Эбеля, то можно будет уже немножко сказать о том, как дальше то приводит к потоку, конечно. Ладно, очень приятно было, что вы сегодня участвовали. Надеюсь, и дальше мы продолжим. Спасибо за общение. Да, вам тоже спасибо большое. Это очень обогащает, когда люди задают вопросы, когда люди рассказывают свои мнения. Мы как-то не очень к этому привыкли, но это нормальный стиль учения. Да, я думаю, в их местах больше. Надеюсь. Спасибо. Окей. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Счастливо.